Собиралась давно, потому что уже много лет, можно сказать, что подспудно так движимо этой идеей освоение эффекта медитации. И выбрала именно Павла, потому что у него самая простая, ясная, доступная, понятная мне система и способ подачи для освоения этого глубокого навыка. Почему попала именно на этот ретрит? Меня просто заворожила идея совместить освоение медитации с катанием на сноуборде, потому что и то, и другое для меня казалось каким-то супер-недоступным мне навыком. Ну что могу сказать, это была хорошая идея совместить эти два направления, потому что они работают друг на друга. У меня были конкретные цели, помимо того, что я хотела понять для себя, что такое глубокое медитативное состояние, почувствовать его феномен, прокачать практику. Я научилась кататься на сноуборде, это было второй целью. Третьей целью было поднять свой энергетический статус, так сказать, энергетическую емкость повысить и ресурсность. Потому что в последнее время чувствовался все-таки дефицит энергии и какая-то такая внутренняя разбалансировка, в принципе, мне не свойственная. Я понимала, что нужен конкретный инструмент, и я точно знала, что мне поможет именно медитация. Но энергия не была сама по себе задачей. Конечно, я с помощью этой энергии хочу решить свои самые насущные жизненные вопросы, такие как развитие бизнес-проектов, улучшение отношений, легкость жизни и все то, что связано у нас с простотой и счастьем. Все, что я о себе задумывала, это воплотилось даже во много раз больше, чем изначально ожидала. Это меня настолько поразило, что обычно какие-то мероприятия, обучающие процессы – это всегда преодоление, всегда какое-то внутреннее напряжение. И это, естественно, потому что связано с развитием. Но для меня этот ретрит, эти десять дней они пролетели просто как одно мгновение. Каждое занятие, каждый день, каждая лекция – это просто пища богов, знаешь, для моего любознательного, для моей любознательной натуры. Отдельно хочу подчеркнуть подачу Павла. Павел просто великолепный оратор. Я понимаю, что он движется через поток. И та информация, которую мы получаем, ее невозможно подготовить, написать заранее. В общем, это все идет оттуда и все идет сюда, от сердца к сердцу. Я получала истинное наслаждение и от занятий практических, и от какой-то теории. Потому что все работает друг на друга. Обычно едут, конечно, связывая какое-то мероприятие с местом, куда бы хотели попасть. У меня это тоже так сложилось. Я в этих краях не была, в принципе, вообще не была. на Эльбрусе. И давно это место меня притягивало. Ну, что сказать, это место силы. Действительно, здесь стоит проводить именно такие практики. Потому что все играет на твою цель. Андрей – это отдельная любовь. Во-первых, золотой человек, прекрасный парень. Его личностные качества просто подкупают. И меня поразило его терпение, его просто человеческий подход к каждому. Он, каждому из нас, новичков шестерых, которые были у него на попечении, он относился просто как к своему ребенку. И он готов был носить нас на руках. Не только нас, но и наше оборудование. Это дорогого стоит. Я думаю, что у Андрея огромный потенциал не только как преподавателя, инструктора, но и в целом огромный потенциал жизненный. Спасибо тебе, Андрей. Ты мне просто открыл мир в сноуборд. Спасибо. И у тебя техника такая особенная, очень понятная и намного проще осваивать именно через свою подачу, чем через какие-то отдельные физиологические процессы. Я думаю, что это окошко. Знаешь, такой люфт, портал, я бы не сказала, что это переход на новую жизнь. Якобы старая была землей, а новая будет небом. Нет, конечно, это все будет плавно, постепенно. Я прекрасно себя чувствовала и до ретрита. Но думаю, что это реально только начало. И это меня радует. Да, я надеюсь, это не временное вдохновение, которое испытывают практически все после прохождения определенного обучения. Я надеюсь, что это такое статус-кво, по крайней мере, для меня. Спасибо организаторам, Наталье, тебе, Павлу, Андрею и всем, кто меня сопровождал в эти 10 волшебных, магических дней. Пока не в seism entери. Продолжение следует...